В Саратов по воздуху доставили тяжелобольного пациента. Житель Калининска получил серьезные травмы во время дорожной аварии. Транспортировать его на автомобиле значило подвергнуть жизнь опасности. Это первый пациент, которого доставили в больницу по воздуху. Есть ли будущее у Саратовской санавиации, выясняла наша съемочная группа. Больного доставили из Калининска за 30 минут. Транспортировка на скорой обычно занимает 2,5 часа. Для этого пациента, признаются специалисты, важна оперативность. Мужчина еще несколько дней назад попал в ДТП и получил серьезную травму головы. Он в сознании, определенный лечебный эффект был получен. Эта травма произошла не сегодня и не вчера. Он был подготовлен к транспортировке. Соответственно, если бы он был нетранспортабельный, была просто осуществлена консультация. На воздушной скорой долетели не только быстро, но и безболезненно. В отличие от дорог, здесь не трясет. Поэтому пациент чувствует себя хорошо и даже находит силы для веселья. Чувствую юмору есть, значит, хорошо. Вертолет санавиации приземлился на Кумысной поляне. Это наиболее удобная площадка. Отсюда несколько минут пути до областной больницы. Уже на скорой пациента доставляют в областную клиническую. Здесь будет проведено более тщательное обследование и предложено лечение. Когда транспортировка происходит санавиацией, говорят медики, у больного больше шансов на выздоровление. Любой пациент, пострадавший в дорожно-транспортном происшествии, любой пациент травмированный, особенно с черепно-мозговой травмой, для него каждая минута промедления может быть опасна. Каждая кочка на нашей дороге, она может быть для него, отозваться развитием каких-либо осложнений. Сегодня санавиация в Саратове только начинает работать после 20-летнего перерыва. Деньги в областном бюджете предусмотрены только на этот год. Выделят ли средства в следующем – еще под вопросом. Профильные чиновники тем временем уже мечтают о том дне, когда в регионе будет не один вертолет санавиации, а целый воздушный парк. У нас есть договоренности с нашими коллегами относительно использования не только воздушного судна, которое здесь представлено, вертолет. Речь это про самолет Ан-2. Да, такая возможность у нас есть на сегодняшний день. И поэтому, если мы будем говорить о дальнейшем развитии, то, конечно, ограничиваться одним вертолетом будет неправильно. Однако все не так просто и быстро. Денег на развитие санавиации нужно немало. И не только на закупку техники и зарплату команде. Чтобы транспортировка проходила более эффективно, рядом со всеми ведущими больницами Саратова нужно построить вертолетные площадки. Елена Губенкова и Лада Обжалимова, Дмитрий Черненков, РЕН-ТВ, Саратов.